Итак, мы начинаем. Кто же такие кей-инженеры и чем они занимаются? Почему мы так любим нашу работу? Я с радостью вам сегодня расскажу. И знаете, я решила нарушить все правила докладов, и сегодня мы начнем с маленького предисловия. А вот о докладчике, о себе я вам расскажу в самом конце нашей встречи, но обещаю, что это будет информативно и эффективно информация. Мой доклад будет минут на 30, а после у нас будет еще минут 30 на вопросы, так что по ходу не стесняйтесь писать в чат, надеюсь ответить на все. Кстати, я буду упоминать какие-то ресурсы, ссылки, книжки, например, эту. Я подготовила для вас список с ссылками на подобную информацию, и она будет доступна в чате Телеграма, либо на YouTube-канале чуть позже. А сейчас начнем. Знаете, кей-инженер, инженер по контролю качества, вы можете встретить это слово не только в IT, но, например, инженер по контролю качества на атомной электростанции. Это тоже контроль качества, тоже кей-инженер. Или тестировщик аттракционов, тестировщик водных горок. Да, есть что-то общее у нас, но в мире IT, мне кажется, вот это направление кей-инженерии максимально эффективно развивается. Настолько эффективно и быстро, что сейчас вы можете увидеть вакансии с таким разнообразием названий и имен. Как же так получилось, что что-то такого много и неизведанного. Это все получалось исторически. По мере развития самой IT-индустрии и, конечно же, по мере развития кей-сферы накапливался опыт. Копились инструменты наиболее эффективные и результативные. Все это тщательно собиралось. И сегодня у нас уже очень широкий набор инструментов, отходов. Кей-инженер — это не просто человек, который фактически смотрит на приложение, говорит, что-то тут не так. Нет, у нас огромный набор инструментов. Я сегодня о них расскажу. Но если коротко, если вдруг вы встретите радио-вакансий, все эти названия, и стоит ли их бояться? Нет, все это об одном. Это все вокруг качества. Главная миссия кей-инженера. До сих пор можно встретить слово тестировщик не только как человек, выполняющий обязанности именно тестировщика. Мы с вами об этом поговорим, что это за такие обязанности. Но часто именно кей-инженеру можно увидеть слово тестировщик. Это все про качество. И как же нам его получить? Вот это качество. Что же мы такое должны сделать? Чашечку кофе для нашего разработчика, чтобы он писал фото в исключительно хорошем настроении. А мы же знаем, что хорошее настроение — это долог успеха, это меньше ошибок. Об этом я вам сегодня расскажу буквально через один слайд. Слайд о докладчике. Да, о нем и будет сейчас. Но знаете, на протяжении всего моего рассказа на каждом слайде в правом верхнем углу вы будете видеть картинки, которые рассказывают о том, приходилось ли мне заниматься этой активностью в течение моего опыта. Как кей-инженер я работаю 6 лет. Вот заталкивала, была ли у меня такая задача в течение моих 6 лет. А также отмечу, приходилось ли мне это делать в текущем проекте, вот прямо сейчас, есть ли такая обязанность у меня. Ну и, конечно же, я поделюсь своими эмоциями с вами. Расскажу, что я безумно обожаю делать. А вот что делаю по настроению. Бывает интересно, а бывает так вот нехотя делаешь. Есть то, что не очень люблю. И даже об этом я вам честно сегодня расскажу. Ну что, поехали? Итак, если вы подойдете любому человеку, знакомому с IT, и спросите, слушай, а что делает кей-инженер? Что делает тестировщик? Я вам могу сказать с уверенностью процентов 80-90 даже. Он ответит, что кей-инженер, тестировщик заводит баги. Заводить баги — это такой сленг. Если вы не из IT, еще вам не приходилось сталкиваться, возможно, вас смутит это слово. Конечно же, ничего мы там не заводим. Мы описываем. Мы описываем ошибки. Обычно это выглядит вот такая формочка у Чиполи на самом деле. Либо это даже может быть письмом, но оно обычно структурировано и похоже на данную формочку. Если вы ищете специалист, то это делают обычно тестировщики, или я, как кей-инженер, но в данный момент я занимаюсь именно тестированием. И да, я завожу баги. Каждый проект всегда без этого никуда. Каждый программный продукт содержит маленькие ошибочки или предложения, как его сделать лучше. Поэтому всегда-всегда мы заводим баги. Если вы приходите в нашу сферу, вам непременно, я вам гарантирую, что вы будете это делать. Но, знаете, я вам расскажу про мой текущий проект. Он у меня действительно очень особенный в моей практике, исключительный. Многое здесь у меня прям первый раз. А что именно первый раз? Это первый мой проект, когда я очень редко завожу ошибки, описываю ошибки. Их там действительно очень-очень мало. Но это связано с тем, что проект из финансовой сферы очень специфический. И по нему есть огромное количество документации. Поэтому разработчикам легко разрабатывать, писать сразу все правильно и корректно. И вот тут ошибок нет. И это там первый-первый проект. В моей практике были другие проекты. Из другой сферы, с другими ценностями и приоритетами. И случается такое, что ты как тестировщик берешь приложение, открываешь его, делаешь один-два клика, и вот у тебя прям руки опускаются от бессилия, потому что ты вот за два клика увидел столько недочетов, и что-то надо подправить, и как-то надо сообщить об этом разработчику. И ты даже не знаешь, с какого именно бага начать описание. Прям чувствуешь свое бессилие перед их количеством. Такое тоже бывает. Это норма, потому что проекты разные, и нужны разные подходы, разные понятия качества, разные мероприятия. Просто имейте в виду, может случаться, что вы будете их редко заводить. А может быть, что вы прям будете весь день, серьезно, прям 8 часов сидишь и описываешь один, второй, третий баг. Но знаете, описать ошибку на самом деле не так уж и просто. Как это прозвучало, что там сказать? Ну вот, приложение не работает. Вот описание ошибок — это вот настоящее искусство и наука одновременно. Если вы придете в профессию тестировщика или кей, я вам советую познакомиться с курсом Сэма Карнера «Багадвокаси». Их есть, кстати, видео, доступное в интернете старых лет, некоторые кусочки. А я также дам ссылки на PDF, и книжка есть в открытом доступе по данному курсу. Знаете, я вам сразу скажу, этот курс стоит 750 долларов, если вы проходите. И люди платят его, потому что эти деньги, и они окупаются, потому что это наука. Например, вот казалось бы, что там, локализовать ошибку. Вот я, как профессиональный тестировщик, я не могу сказать, вы знаете, у меня вот приложение не работает, когда я веду три. Не так это работает. Я смотрю, а почему именно, когда три? Вот четыре вела работает, а три нет. И вот я делаю набор действий, мероприятий, которые знают тестировщики. Как локализовать эту ошибку, понять, в чем она оказывается? Данное приложение выдает ошибку, если ввести именно нечетные цифры. Цифры, я имею в виду, что числа от одного до десяти. Все, что больше, одиннадцать нечетных, уже будет работать. Вот надо уметь локализовать, понять, в чем ошибка. А бывают еще плавающие баги, которые... Вот ты его видел, у тебя получилась ошибка, делаешь те же самые шаги, казалось бы, но что-то нет, вот в этот раз все хорошо отработало. И вот этот процесс, он безумно интересный, увлекательный, это прям целое следствие такое. Хотя иногда прям сдаешься, откладываешь исследование баги, может, плавающий баг будет целый месяц, пока ты понимаешь, в чем же именно была соль, что же именно влияло и выдавало ошибку. А еще, вы знаете, я отметила, что мне нравится, но не то, чтобы я безумно люблю это дело описывать баги, это действительно сложно. Там много формочек, чтобы баг был красивым, надо грамотно его назвать. И вот это для меня, наверное, самая тяжелая задача, самая трудная, как и для многих в нашей сфере, потому что название, оно должно быть говорящим, чтобы вот прочитав и коротким тоже, вот прочитав эту короткую фразу, и менеджер должен вас понять правильно, и менеджер, который не знаком с IT, и оценить, насколько же это сложно, насколько это проблематично для бизнеса, и выставить приоритет. И разработчик тоже должен вас понять. А разработчик, он с технического мышления, ему надо по-другому подавать информацию, чтобы он понял и эффективно подчинил ошибку. Тут я немножечко остановлюсь, потому что это, как я говорила, например, отдельный большой курс, и можно рассказывать бесконечно. Я хотела чуточку-чуточку приоткрыть занавесочку в этот прекрасный мир и в эту задачу. Надеюсь, у меня это получилось. И мы перейдем к следующей задаче, которую приходится выполнять тестировщику, кей-инженеру практически каждый день, это читать требования к продукту. Текущая поля, как сказала, мне прям много-много документации. Почему мы их читаем? То есть мы должны знать, что мы проверяем, а что же, что хотел наш клиент, для чего наше приложение, какую задачу решает. И вот мы читаем требования, встречаем какое-то поведение, которое нам, в том числе и пользователям, кажется странным. Мы должны убедиться, что действительно ли это бак, находим требования, знаем, как это должно быть. Читая требования, мы также помогаем разработчикам понять лучше наш продукт и потом рассказываем, объясняем, что же здесь на самом деле было. Не очень люблю я читать требования, но, знаете, это не так уж страшно читать требования, даже если это 100 листов текста, а внутри этого текста ссылки на три других документа тоже по 20 листов. Бывают еще ситуации, когда требований нет. А вот нет требований. Такое тоже бывает. И, знаете, в этом случае как раз чаще всего эта обязанность написания требований ложится на кей-инженера. Есть отдельная специальность, бизнес-аналитик. Очень интересно. И, кстати, многие ребята из Кейхи уходят именно в бизнес-анализ. Те, кто действительно раскрыли себя здесь, им это показалось более интересным. Но, знаете, отличие между требований, которые пишет бизнес-аналитик, и требований, которые продукты пишут тестировщик, выглядит приблизительно так. Тестировщики пишут очень коротко, схематично, как правило, потому что если требований нет, значит, они там не критичны и не совсем целесообразно тратить время на детальное описание и прописывание. И в этом случае у тестировщиков, кстати, такая интересная и творческая задача как бы требование описать, чтобы было все, но при этом коротко. Тратить минимум времени. А еще желательно, чтобы это долго читать. Вот прям взглянул на картинку, и сразу все понятно. Вот такая творческая задача у тестировщиков и инженеров. А еще мы очень много пишем тестовой документации. Все наши задачи, которые мы выполняем, мы описываем. Это необходимо. Есть разные типы документации, но в том числе есть разные методы, их описание. Я вам сейчас покажу несколько инструментов. Это, например, майндкарты или таблицы, отчеты. О них мы сейчас и поговорим. Первым упоминается здесь описание тестового анализа. Что такое тестовый анализ? Это, знаете ли, есть отдельное направление, можно даже увидеть отдельную вакансию. Тест-аналитик. На самом деле, это неотъемлемая часть и необходимая часть, чтобы грамотно выстроить тесты. Прежде чем написать тест и выполнить его, проводится анализ. А что же мы хотим протестировать? А действительно ли мы можем протестировать? Что будет качеством в данном случае? У тест-аналитика есть много инструментов, различные таблицы. И мой любимый, кстати, инструмент тест-анализа это диаграмма состояния переходов, потому что она помогает найти интересные случаи жизненные из бизнеса, которые могут случаться. Ну, например, вам сказали, проверь, пожалуйста, а можно ли через мой сайт забронировать комнату? Сейчас нам зашли, открыли, проверили. Да, вот могу, все хорошо. Вот такая диаграмма состояния переходов может помочь вам найти такой интересный случай. Представляете, что не вы один бронируете эту комнату, а что комната всего одна, а двое желающих на эту комнату из разных городов. И вот они вместе начинают ее бронировать. Как себя поведет приложение? А корректно ли она вот работает? А не получится ли потом проблемы у двух пользователей нашего приложения, что они одновременно приезжают, а бронь была всего одна, и кто-то из них вынужден остаться без кроны. Сейчас анализ это, на мой взгляд, самый интересный, поэтому я стараюсь активно специализироваться, развиваться именно в эту сферу. Следующий интересный пункт это тест-дизайн. И можете увидеть специальность, отдельную вакансию, тест-дизайнер. Вот это, наверное, самый такой кусочек, плотный, связанный с тестированием. Он говорит, а как протестировать, что протестировать? Есть много инструментов у тест-дизайнеров. Если вы уже начинали читать, протестировать и знакомиться с этими понятиями, такими как класс эквивалентности, это все понятие тест-дизайна или граничные условия, таблица принятия решений. Причем это не просто все в голове, бывает, что быстро в голове прокручиваем. И такие проекты тоже есть, и тестировщики уже сходу могут сделать тест-дизайн клави, протестировать функцию. А то, что требуется описать, и проекты, если большие, долгие, чтобы потом долго не вспоминать, мы это все описываем, зарисовываем. И это тоже творчество. Ну и, конечно же, мы дошли до следующей активности, деятельности, которую приходится выполнять кей-инженеру, тестировщикам больше, кей-си, контроль качества. Это вот прям сжать кнопочки, испытывать на себе опыт использования приложения. Это может быть что-то увлекательное, какие-то игры проходить, использовать новинки мобильных телефонов, которых еще нет на рынке, но вам как тестировщику уже привезли, и вы можете на нем посмотреть, поиграться, вот эта уго-камера, вот этот новый экран. А на рынке будет только через полгода. Да, это все удовольствие сдается нам. Хотя иногда бывает очень скучно, потому что мы не можем пройти приложение только один раз и проверить только один случай. Надо проверить все, так как бы это сделали каждый из наших пользователей. И бывает, что надо ввести тысячу раз одни и те же данные, пройти одним и тем же сценарием по всему приложению или выплатить не тот же сценарий на 10 мобильных телефонов. Немножко скучно. Но тут нам часто помогает автоматизация. Все больше и больше сегодня мы тестируем, используя средства автоматизации. Это могут быть как какие-то маленькие элементы. Например, в моем текущем проекте мне приходится проверять много файлов. То есть файлы, которые приходят нашим клиентам с отчетом об их деятельности. И проверить, что все правильно отображается, все данные корректно. Было бы сложно, если бы я не использовала какие-то вспомогательные свойства и использую, например, располагательные программы, которые сравнивают PDF-файлы. И я уже не сеталон, я точно знаю, и только сравниваю, что мне подсветил, где там ошибочки. Это тоже своего рода автоматизация. Ну, конечно же, те, кто сойти знаком хотя бы с института, знают, что есть написание кода. Это широко используется автоматизация на уровне пользовательском. Есть программы, которые прямо вместо вас берут и кликают все кнопочки, открывают браузер. И это уже отдельная специальность, отдельное направление FIA, FIA-автоматизатор. Также такая роль может часто ложиться на разработчика. Есть даже специальные типы тестов, юнитесты. Вот они, как правило, полностью выполняются разработчиками, даже не нанимают специально автоматизаторов. Тоже еще у нас интересного есть в нашей профессии. Отчеты. Мы пишем отчеты. Секи инженеры и даже тестировщики, которые только тестирование делают, пишут отчеты. Что они сделали? Отчеты у нас разные. Отчеты о прогрессе тестирования или отчеты о работе функционала. Отчет о работе, как оно работает, успешно, неуспешно. Отчеты по командам пишем. Все возможные. Причем мы не просто написали отчеты и забыли. Нет, нет, нет. Такие отчеты мы не пишем. Мойки инженеры. Пустых отчетов мы не создаем, просто для статистики, просто чтобы было для формально. Нет. Именно кей инженеры заинтересованы в прогрессивных отчетах. Отчеты, и поэтому мы внедряем метрики. После этого мы все эти отчеты используем для анализа. И на базе их разрабатываем подходы, методы, как улучшать качество. Мы получили отчеты, проанализировали его и дальше выработали набор мероприятий. Вот как мы вырабатываем мероприятия, подходы, что мы будем делать. Так. Это называется построение кей-процессов. Есть специальности кей-ей, это инженеры могут делать кей-менеджеры, тест-менеджеры, кей-леды. Также могут со стороны приглашать кей с богатым опытом и опытом смотреть со стороны на проекты и давать советы, помогать устраивать процессы. Следующий слайд, он такой огромный, много текста, но он здесь, и на самом деле не для того, чтобы вы его прочитали, а именно поняли, что действительно много подходов уже выработано. Большой пласт науки лежит. Кей-инженер принимает эффективные инструменты как из менеджмента, также и из математики. Комбинаторик, теория графов. Мы это все применяем. Они замаскированы и адаптированы под кей. Вы можете это делать, не совсем даже осознавая, какой именно математический метод тут заложен. На данном графе я, кстати, представила один из моих любимых инструментов при анализе, при выстраивании кей-процесса или при менеджменте. Это диаграмма Исикавы. Вы можете найти также диаграмма скелета рыбы. Он больше известен, потому что похож на это. Активно применяется в кей-инженерии для анализа рисков и эффективного построения процессов. Но знаете, даже если вы не придете в мир кей, не саживаете свою профессиональную деятельность, я бы предложила вам с ней познакомиться, потому что при помощи этой диаграммы можно решать любые проблемы, какие-то... не любые проблемы. Можно проанализировать текущие ситуации, оценить риски. Это может быть связано с тем, что стоит ли мне покупать эти новые ботинки. А вот что-то у меня не ладит отношению к польелке. Вот прям все записывайте, зарисовывайте и эффективно находите решение. Знаете, бывают проекты, где кей-инженер один. Тогда он действительно кей-инженер, он и отчеты пишет, и тестирует. А чаще мы работаем командой. Это уже большие проекты, хотя бы два кей-инженера уж надо, и это уже команда. Если у нас команда, то команду надо развивать. Есть отдельная специальность, кей-менеджер. Роль кей-менеджера может выполнять кей-лит, то есть лидер команды. И в его обязанности также входит развитие команды, как индивидуально каждого человека, так и общих знаний всей команды, чтобы за счет разных знаний команды мы могли усиливать друг друга. Кей-менеджер — огромнейший список инструментов, например, матрица мотивации и компетенции. Очень интересно. Можете познакомиться и оценить себя. А где же вы? А как с вами надо работать? А что эффективно с собой сделать? А когда мы говорим про команду, мы оцениваем, а что нам надо, какие задачи ожидаются в ближайшем будущем, какой уровень у нас у команды, какой у нас интерес. Составляются таблички, составляются... Метрики вводятся, кипяй вычисляется, отслеживается четко, как это вести. И вот, ну, мне нравится, это интересно. Но это столько инструментов. Вообще, бывает, это действительно очень сложно управлять командой. Ну так, а теперь поговорим о докладчике. И я даже вам предлагаю немножко побыть сейчас кей-менеджером. Вот как кей-менеджер мой, вы сейчас можете составить такую табличку из моего рассказа и выписать в нее разные виды активности, узнать, какие задачи мне интересны, какой у меня опыт в них. на основе этого вы можете выгодно меня использовать как часть своей команды и давать задачи. То есть, мне безумно нравится тест-анализ, тест-дизайн, а еще я увлекаюсь кей-процессом и вот внедрением метрик мне все интересно. Хотя, да, вот опыта у меня тут маловато. И значит, если вы мне будете давать такую задачку, хорошо было бы меня поддержать, где-то проконтролировать, помочь советам. Но при этом, помните, что область, где вы еще не обили всех шишек, еще есть что-то неизведанное, вот эти задачи особенно эффективно выполняются с инженерами. Вот в чем, собственно, ваш секрет, секрет студентов, которые приходят. Вот этот азарт, этот огонь, именно он дает вам возможность быть иногда более эффективными, чем люди уже с каким-то опытом, базой и знаниями. Так что даже отсутствие опыта это ваша сила. Ну что? На этом мы доклад закончен. Наше маленькое путешествие в мир Киэй на этом я хочу пока что завершить. Добро пожаловать. И я жду ваших вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok